Денис Передонов Вашей студии, собственно, что послужило причиной ее возникновения? У нас настолько мирно любят петь? Дело в том, что в нашем городе очень много талантливых людей, именно поющих. И на протяжении всего года учебного люди могут прийти в любое время и начать заниматься вообще без проблем. — А много ли на данный момент участников вокальной группы «Войсмир»? — Я бы не сказал, что много, но достаточно. — Поток есть, люди приходят, обучаются вокалом. — Да, они постоянно меняются. — А вот такой сразу вопрос, не знаю, легкий он или сложный, всех ли можно обучить вокалу? — Я раньше думал, что всех, но, может быть, в дальнейшем я буду по-другому думать. На сегодняшний день я думаю, что нет, не всех. — А возрастной ценз у Вас какой? То есть от и до? Какой возраст? — От десяти лет и выше. — То есть уже там ему пятьдесят? — Без разницы абсолютно. — Ага. Ну а бывает такое, что у человека, который хочет петь, есть желание, но нет способностей? — Да. И очень много причем. — А бывает и обратная ситуация, когда есть способности, но нет желания. И вот какая из этих двух? — Зачем ты там пришел? — Так сказать, струй доминирует. — Ну, если у него нет желания, смысл ему приходить? — Ну, то есть приходят в основном те, у кого есть способности, которые хотят их реализовать и показывать всем. Кстати, если уж говорить о воспитанниках, причем уже достаточно именитых, это Анастасия Щербакова. Мы хотели тоже пригласить ее сюда на интервью, но она занята тем, что готовится к кастингу проекта «Голос-11». Так ли это? — Все верно. Буквально два дня назад прислали приглашение Анастасии, чему мы все очень рады. И будем молиться, чтобы она прошла дальше. — То есть она будет записывать свою демо не дистанционно, а направится прямо в Москву туда? — Да, это все. Часть мы уже прошли, то, что дистанционно. И уже пригласили очно на кастинг. — Ну, ладно, это мы смотрим вперед. А вот если мотать время чуть назад, вы с ней совсем недавно были в Москве на каком-то фестивале и по слухам получили очень много наград. Каких и что это за фестиваль? — Да, мы поехали на основной фестиваль. Фестиваль называется «Мы вместе», который приходит ежегодно в городе Москва. Фестиваль композитора, поэта, очень талантливого художественного руководителя одного из культурных учреждений города Москвы. И заняли там в трех номинациях, соответственно, три первых места. — Три первых места по трех номинациях. — Да. — Ну, это как-то сказалось на финансовой составляющей или ограничились грамотами и призами? — Нет. Ограничились, конечно, грамотами и призами. Дело в том, что там еще есть гран-при. Но гран-при, как всегда, выдают коллективам. Большим коллективам, которые приезжают. Но очень редко выдаются. Но нам посчастливилось тоже получить гран-при. Это было на параллельно другом конкурсе. Мы, получается, поехали в Москву и убили сразу двух зайцев. То есть мы поехали на один фестиваль и параллельно участвовали еще в втором фестивале. Он проходил один день, и мы там заняли гран-при. — Мы будем желать успехов Анастасии в дальнейших ее музыкальных планах. И пусть все задуманное реализуется. Ну а также пока что возвращаемся к шоу «Голос». Популярность не угасает. Люди смотрят и «Голос», и «Голос дети», и «Голос 60+. Но популярность существенным образом влияет на всю систему вокальной подготовки детей. Вот родители массово, есть такая тенденция, отдают своих детей в музыкальные школы, студии в надежде, что именно их ребенок однажды попадет в телевизор. Но цель эта сомнительная, амбициозная и в какой-то степени даже циничная по отношению к своим детям. Потому что то, что мы видим на экране, это ведь лишь верхушка айсберга. Всего несколько десятков талантливых детей, за которыми стоят педагоги, учителя, родители и, конечно же, тысячи детей, у кого ничего не получилось. Вот как раз-таки хотелось бы узнать мнение, это на ваш счет. То есть «Голос дети» не влияет ли на психику тех, кто не проходит определенный этап? Или наоборот, это нужно закаливать в детях, чтобы было стремление, если не получилось здесь, получится в дальнейшем? Да, именно вот так это и происходит. Надо их закалять, надо, чтобы они участвовали в конкурсах. Пусть будут небольшие, пусть начнут с маленьких конкурсов любых, на уровне детского сада, школы, культурных учреждений местных. И далее-далее развиваться, потому что все шаги, все этапы должны быть пройдены. Ну, когда-то начинали и вырос там. Что вы оканчивали? Я закончил Дагестанский государственный педагогический университет. По специальности? По специальности учитель информатики. Учитель информатики, вот как неожиданно. Ну, а вокальные способности наверняка открылись раньше? Да, я с 10 лет начал петь, также в ансамбле. Потом научился играть в музыкальной школе. Ну, то есть музыкальная школа? Да, конечно, музыкальная школа, музыкальное училище я потом закончил. Ну, первое мое образование было именно учитель информатики. Ну, вот, а репертуар-то, ведь вы не только педагог, преподаватель, но и исполнитель. У вас в репертуаре много песен. О чем вы в основном поете и какие песни предпочитаете петь? Все-таки предпочитаю петь песни для женщины, потому что нас, мужчины, вдохновляет женщина в первую очередь. И хочется ей дать отдачу, как говорится. Это хоть в песни. Чьи песни современных исполнителей любите слушать? Чей голос нравится? Ну, я так полагаю, любимчик женщины это Стас Михайлов. Может быть, из его репертуара что-то? Соответственно, из его репертуара имеются песни в моем репертуаре. Но предпочтение все-таки дам другим артистам. Например? Например, Лазарева возьмем, Билана, Чумакова. Ну, много, много артистов, которым можно дать предпочтение. Ну, и под занавес нашей беседы хотелось бы задать вам небольшой блиц-опрос, на ответы которых нужно думать чуть менее, чем одна секунда. Ну что, тогда давайте вот с самого начала. Не знаю, хотя на первый блиц-опрос, на первый вопрос уже ваш первый ответ очевиден. Билан или Высоцкий? Билан. Джаз или шансон? Джаз. Аккордеон или гитара? Гитара. Караоке по выходным или тишина в лесу? Караоке по выходным. Чем прогреть связки? Яйцо или коньяк? Яйцо. Ну, я думаю... Двоякое такое. Тогда как? Можно будет закончить наше интервью. Мы желаем вам успеха и будем следить за развитием вашего коллектива. Тем более мы имеем возможность видеть выступления вокальной группы «Войс Мир» и на праздниках, на различных, и на площади, и во дворце культуры «Алмаз» и так далее. Успехов вам и всех творческих реализаций ваших идей. Спасибо. У нас в студии был Рустам Кедяйкин, руководитель вокального коллектива «Войс Мир» – город мирный. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова